Ой, смотрите, какие прикольные, блин, ой, жутко, ха-ха-ха, блин, ну это моя любовь называлась, как мармалата, смотрите, ой, из кнопок клавиатуры, прикиньте. Всем привет, мои хорошие, с вами Селена, я начинаю новый влог, ой, на самом деле, так долго я собиралась сейчас, чтобы выйти, и уже даже перед выходом несколько раз думала выходить или не выходить, идея у меня была днем поехать в торговый центр, в наш ближайший, так, мега-оксай мне очень нравится, мне кажется, он такой уютный, ну и Денька в садик, в садик, в шарики войти, хочет поиграть, и думаю, пока он там проиграет, тот же час-два, я похожу по магазинам, может быть, что-нибудь примерю, а может, даже и порадую себя какой-нибудь шмоткой, потому что я ничего уже себе давно не покупала, вот, ну и пока у меня сессия прошла, сегодня у меня сессия была такая, немножко затянулась, иногда, у меня вообще сессия длится час, но иногда может занять это больше времени, потому что для меня очень важен результат, и люди приходят разные, у кого-то вот так все быстро щелкает, да, кому-то нужно время подумать, класс, аккуратненько только, нравится? В общем, пока мы ходим по путям этим разным закоулкам внутреннего мира каждого клиента, да, бывает, что чуть больше времени это занимает, но главное, что результат, и я не отпущу человека, пока у него какие-то там что-то недопонятное, недосомнение, да, и когда он полностью выдыхает и понимает, что мы поработали сегодня 100%, и как бы больше не убавить, не добавить, как говорится, да, тогда отпускаю человека. Вот, и сегодня была такая работа, мы поработали очень много активно, сейчас, Зай, подожди, я снимаю, сегодня у меня, кстати, еще зеленые реснички, кто заметил, зеленая футболочка, и, короче, уже перед выходом я такая, то сериал посмотрю, то то, у меня уже третий сезон моих этих отчаянных домохозяек нравится, мне, кстати, я уже очень привыкла к героям, классный сериал, несмотря на то, что он старенький уже, там и мода еще тех самых времен, смотришь на то, как они одеваются, смешно иногда, что сейчас вообще это у нас, ну, вообще антитренд, то они как одеваются, там это антитренд у нас сейчас, вот, и в итоге перед выходом я уже говорю, Дэн, давай, может, на самокате покатаемся по району, он говорит, нет, пойдем в торговый центр и пойдем в шарики, думаю, ну, ладно, тогда, наверное, влогу быть, шоппинг-влогу быть, позаходим, погуляем, вот, молочный коктейльчик, может быть, выпьем, в общем, беру вас со мной, у меня, кстати, в последнее время такие, не то, что в последнее время, они всегда были, я просто теперь стала замечать свои эмоциональные качели, и это нормально на самом деле, вот, и я сейчас замечаю, что, блин, я целых два дня своих выходных, я пытаюсь не работать, но я настолько, вот, как бы, люблю это дело, мне хочется развиваться, мне хочется что-то больше, расширяться, и я не могу просто не думать, понимаете, я не могу не думать о том, какой рилс я хочу снять, я не могу не думать о том, какое видео я хочу снять, новую рубрику запустить, и у меня этих дел, просто, чтобы вы понимали, миллион, вот, как я показывала вам свой рисунок по нейрографике, и там было вот этих лампочек много наверху, на дереве, да, вот этих, ну, реально лампочек, у меня получилось не дерево, у меня вообще получилась девушка, да, и у неё на голове просто много лампочек, хотя это должно было быть дерево, и я просто, вот, вот эти, вот это мои идеи, вот реально, я сейчас осознала, я вам говорю, говорю вам, понимаю, что я сейчас осознала, что это вот мои миллионы идей, их маленькие, большие, но они все светятся, они все горят и требуют реализации, и вот сегодня воскресенье, думаю, ладно, хорошо, у меня у клиентки не было другого времени, только воскресенье, ну, суббота или воскресенье, суббота я была занята, прошла собеседование, кстати, на гештальтерапию, я им подошла, но я, по-моему, вообще с первых слов поняла, что мне это место не подходит, вообще, ну, как-то это очень важно, мне не откликнулось, ну, и, конечно же, очень важны именно люди, которые проводят собеседование, да, именно вот как, что за подход, и я просто, у меня прям красная лампочка внутри горела, вот так я осознаю, у меня либо зелёная горит и толкает меня просто, она либо горит прям, ещё и может со звуком там гореть, да, вот так откликается, что просто бери и делай, да, а бывает красная, она такая горит, горит, и всё сильнее и сильнее, типа не, нет, всё, это не твоё, так что я буду ещё искать школу гештальта, другую, мне очень важно, вот, как я учусь сейчас в институте, да, у нас руководитель просто наипрекраснейший человек, и ты понимаешь, что в её поле находиться просто столько пользы, да, она сама просто проявляясь, уже даёт тебе много пользы, ты всё это перенимаешь у неё, все эти прекрасные качества, эту мягкость, эту заботливость, внимательность к людям, и, конечно же, тебе классно находиться в поле такого человека и учиться у него, перенимать всё это, да, но когда ты видишь другого человека, на которого ты вообще не хочешь быть похож, тебя что-то там вообще тревожит, внутри злит проявление человека, да, то, конечно, это не твой тогда человек, и тут мне не откликается, и я не хочу идти в то место, где у меня красная лампочка, вот такое собеседование, кстати, вчера было у меня, вот, и я сейчас к чему, что я еду, и ладно, сессию провела, и всё, я такая думаю, всё, отдыхаем, мне нужно реально отлежаться, это мой ресурс, мне нужно ничего не делать, и я не могу, вы представляете, я просто по рукам себя бью, чтобы я хотела уже сегодня снять видео, там, я давно уже, у меня формируется, созревает видео, вот, чтобы я поделилась своим опытом в отношении воспитания ребёнка, в воспитании себя, как мамы, да, хорошей мамы, вот, как я вообще пришла, чё, к чему, и уже прям подготовила всё прям, и думаю, вот сейчас надо снять, и просто бью себя по рукам, не сейчас, снимешь завтра, если будет время у тебя, когда ребёнок будет в садике, сядешь спокойно, и такая, ладно, ладно, сегодня отдыхаем, опять торговаться, вот опять я еду, и всё равно я снимаю видео, планирую снимать видео, да, еду, и получается, что у меня не выходной, а всё равно какие-то такие важные дела. Выходной ничего не деланье, это реально ничего не деланье, вот ничего, у меня не получается так, видите, над этим надо ещё работать, а это мне нужно для того, чтобы с понедельника я с новыми силами начала реально все эти лампочки воплощать в своей голове, все эти идеи реализовать. А я не могу, вот такой вот я, и даже не сказать, что это вообще трудоголизм, я даже не сказала бы, что это трудоголизм, это влюблённость в своё дело, а когда ты влюблён в своё дело, ну, ты не можешь не делать, ты не можешь не думать об этом, у тебя нет такого, что ты там ищешь желание что-то сделать, ты просто горишь, короче, и всё, горишь и действуешь, тебе ничего не остановит. Ой, прикол. Люблю этот вход в торговый центр центр, центральный. Всё, да я ничего-то в шарики не хочу. Ты пойдёшь в шарики? Нет, не хочу, даже посидеть хочу где-нибудь. Ну, походим, пошатаемся. Так, взошли в Бургер Кинг, взяли наш любимый бургер, без добавок. Сейчас. Вкусные. В общем, сыр, мясо и всё, и булочка с кунжутом. И вот такой сок необычный. Я не знаю, оттого, что я спать хочу, я сейчас зеваю, сейчас подписчицу встретила. И я такая зеваю прям, и она идёт мне навстречу. Встретила подписчицу, зевая. Такая милая женщина. Вообще, на самом деле, сколько подписчиков ко мне приходило, кто за мной следит. Это какие-то невероятные люди. Ну, реально, я вам говорила уже, да? Я прям смотрю, что они отличаются какой-то добротой, нежностью. И виды такие классные. И вот сейчас женщина вообще подошла ко мне, такая прям, от неё такая энергетика, такая мягкая, нежная, улыбается вся. Вот прям, прям настроение подняла. А я ещё спать хочу, и я смотрю, что все зевают. Короче, я смотрю, все зевают, реально. Вот я зеваю через каждую минуту, и все зевают. Вроде кофе попила, вроде бутряком. Даже не знаю, пить сейчас кофе, может, какао хряпнуть. Она тоже же как-то поднимает, нет? В общем, мы, как всегда, решили с того, что надо сначала поесть, сходить в уборную, попить, а потом только уже развлекаться. Идём мы такие, наше внимание. Вот такая штучка привлекла. Это, наверное, игрушки здесь делают. Вот такие. Давай будем показывать. Пока этот день показывается, как игрушки делаются. Давай будем нажимать. Не надо нажимать. Короче, оказывается, новая тема здесь. Выбираем любую игрушку. Да? Выбираем любую игрушку, например, вот какую-то. Что, Заяц? Давай, ты пока езжай. Ну, ты пока езжай. Давай, как есть. Так, не ломай только. Слышишь? Короче, выбирается любая игрушка и вместе с детками тут наполняют. Есть заготовки любых игрушек. Прикиньте. Такая свинка. Цены, короче, тут тысяча, полторы, две. Вот такие. Смотрите, увидела какие-то пластиковые мелкие. Наверное, они не ломаются, как обычные. Кто-нибудь знает? Пластиковые мелкие. В детский мир зашли. Что? Решила все-таки заказать кот. У меня здесь какая-то новиночка, я так понимаю. Вот это вот. Заказала кокосовые латы. Посмотрим, что будет. Как всяко блестит. Блин, сейчас делается это кофе, и я только понимаю, что... А сахар? Сначала я подумала, я же сахар не положила чуть-чуть, а потом я подумала, что я сахар не уменьшила. Это же кокосовый латы. Там же он сам по себе сахарный. И обычно у них там на полную сахар. Господи, опять этот... Пустой паровоз, но он все равно здесь проезжает, чтобы перебить мои мысли. Сейчас попробую. Он жутко сладкий. Жутко. Я выбросила 150 рублей. Блин, так жалко. Я вообще не пойму, зачем я беру кокосовый, когда в который раз уже понимаю, что кокос не идет. Мне надо забыть уже об этой идее. Сейчас я зайду в какой-нибудь кафе и попрошу, чтобы они мне далили молока просто. И тогда он будет менее сладкий и менее крепкий. Короче говоря, я оставила на стоечке. Там возле кофе этот кофе. Он мне не нравится. Просто выбросила деньги. Так, зашли в Нью-Йорк. Сейчас пузырю, что здесь продают. А тут я смотрю, распродажа. Господи, как цены повысились. Вот эта майка. Просто майка стоит 600 рублей. Триндец. Обычная маленькая кряпкая. Какая милая сумочка. На Праду чем-то похожа. Видите? Вот такая маленькая сумочка Праду. Всяких модниц видела. Сейчас цену скажу. 1699. Ну, нормальная цена в целом. Вон, джинсульки какие-то. Мне нравится цвет. Чёрненький такой интересный. Варёночка. Стоит 1400. Нормальная цена тоже. Рыбка, как маме? Шляпка идёт? Красиво? Так, тоничку вижу красивую. Такой цвет красивый, нежный. Смотрите, тоничка какая. Так, сейчас цену скажу. Что за цены? Дэй, не дайди. Что за цены? 2000. Ну, 2000, мне кажется. Мне кажется, цену никто за высшим. 2000 просто вот это. Не стоит оно того. Штанишки вот такие по 1890. Симпатичные. Шелковистые. Розовые, мятные. Так, купальники. Очень много этих чёрных купальников. Смотрите. Розовые, яркие. Вот такие под кожу. Вон кожа. Такой красивый, яркий, розовый. Что здесь за цены? У нас это только верх цена. 1699. Это только верх. Длинные туники. Такие прям в пол. Такие вот цветные ещё. О, там вообще море. В Нью-Йорке, короче, море. Смотрите. Море купальников. Ой. И с этой стороны ещё. Обалдеть. Зелёные красивые. Кстати, с силиконовыми. Вот здесь полосочками. Вот этот интересный. Смотрите. О, смолния зелё. И такой же леопард. Есть 2,400 стоит. Вот леопард. Вот ещё купальников. Сколько здесь? Короче, у них раз. Стойка купальников. Два. Стойка купальников. И ещё напротив купальников. Туники. Балдеть. В Нью-Йорке, конечно, заблудиться можно. Вот эти катакомбы. Очень маленькие, узкие проходы. Если кто-то с коляской здесь, то всё. Не пройти. Он шортов много. Вижу всяких разных. Цены сейчас глянем. Вот я стою здесь и думаю, как мне здесь пройти к этим шортам, понимаете? Грандец. Так, самые классические. 1899. В принципе, нормальная цена. Вот она туничка, кстати, которая в полный рост. Ещё 699. Видите, пишут. А короткая 2 тысячи почти. Или это на купальник? А, это на купальник наверх, наверное, написано. Вот такие вот цвета и всё. А вот они цены. Парео 3,499. Во. Ну, мне кажется, парео дороговато. Ну, реально. Я бы не взяла такой парео за 3,5 в Нью-Йорке. Пойдёмте в Глорию зайдём немножечко. Вот мне нравятся цвета. Здесь все равно такие цвета красивые. Жёлтый, лимонный, банановый. Такой цвет розовенький, вот нежно-голубой. Мне здесь нравится. Такое детское немножко. Ну, хотя здесь и взрослые. Смотрите, какая милота для девочек. Сарафанчик какой. Прикольный. Сколько он стоит? 1399. Вполне себе нормальная цена. Красивый такой вообще. Наряд. Штанишки такие. Цветочек. Ой, а вот это что, смотрите. Мой типозик. Мой на глядик. Что это? Красивый комбинезон для девочек. Для деточек. Ну, сколько тут цена? 1499. Кайф. Хорошая цена тут Глория. Уболочки мои. Сляпка. Такие здесь. Красота. Красота. А вот для взрослых уже спортивка. Спокойная. Вот еще с юпочкой комбинезончик. Шортики в Глории. Вот такие вот. 2000 стоят. Еще джинсовые. Такие. Синий. Ну, и снимаю именно на то, что у меня падает глаз. На самом деле много всего красивого, яркого. Но мне особо ничего не нужно. Я бы себя порадовала какой-нибудь футболкой, если честно. Пойдемте зайдем в этот Лаври Паблик. Вот так мы выглядим, кстати, сегодня по-спартянски. Слева у нас тут новая коллекция. Ух ты, что это такое красивое. Посмотрите. Блин, ну это моя любовь называется. Смотри, как это переливается. Красота. Да, это просто вот сверху, да, как такое платье. Сколько стоит? 7-8 тысяч, короче. Вообще, какая красота. У меня идет желтенький. Я такая блистаю все. Классно. Выглядит, конечно, прикольно. Топичек такой интересный, кстати. Сколько топик стоит? Это еще две, да? 2 800 вообще. Зелененький такой топик. Классно, можно его безлифо одевать. С этой стороны у нас скидки, смотрите, 50%-ные, кстати. Так, это еще новая коллекция. Я бы что не видела, это в прошлый раз. Сейчас посмотрим, что у нас за цены на скидочки. Со скидками. Вот, например, что это? Это у нас такой топ. 800 рублей вместо 2000. И вот такой вот у нас здесь идет вверх. Вот это вот. О, 3600. А 100, 399. Маму, это машинка. Вот на золото бриллианты переливается. Стразики. 999 рублей. Тут, кстати, много аксессуаров. Секи тоже все со скидочкой. Сумочки разные. Вот белая сумочка. Ой, бежевая, например, вот такая. 2000 стоит. Стоило 4 500. Это ремень? Ремень. По 800 рублей ремней. Смотрите, какие платья красивые. Цену сразу. Цена вам скажет. Хлопок. 100% хлопок. Смотри, какая красивенькая. Да, очень красивенькая. Так, наверное, вам интересны еще купальники со скидочками. Смотрите, по 1300. А, так, это какой-то купальник-сетка. Купальник-сетка. Интересно. По 1300, в общем-то, розовенький, зелененький. Больше это не купальники. Вот это купальники. А там больше на белье даже похоже. Так, купальник совместный 2000 стоит. Вот такие цены в Лавре Паблик. Это бодики просто всякие разные. Вот беленький такой. Вообще 1000 рублей. Черный с белым. Смотрите, какой интересный пиджак с дырочками. Прикол. Вот, еще платье внутри. Значит, платье у нас. Платье это или пиджак цена? Цена пиджака. Это у нас 3600. С такими дырочками. Интересно. Цена, кстати, неплохая такая. А вот еще платьишко. Здесь, смотрите, силиконовые такие поддержки. Спина такая голая, прямо платьишко. Видите? Хлопки, легкие. Нет, это не хлопок, но очень какой-то легкий материал. Прям хочу вам сказать, сколько стоит платье. Платье классное. 3000. Очень нежно. Впереди вот так. Классно. Нежнота. Вот платье на выход. Прям тренды у нас. База. Красивая. Атласная. Под комбинацией. Ой, тоже открытая. Смотрите, сзади спинка. Сколько стоит? Скажу вам. 2600. Нормальная цена, кстати, очень даже. Я платью для этого. Обратила внимание, какие красивые фигурки. Читает, играет, пьет кофе. Прикольно. А вот какая девушка сидит у нас с тортиком. Вот. Крепизёрши, наверное. Мимешки. Что-то я не поняла. Магазин Круп. К-р теперь написано, а не Круп. Может, это другой магазин? Внутри вроде бы осталось всё так же. Пойдём, зайдём. Здесь переделали всё внутри. Ну, больше стало пространства. Но я не пойму. А, ну Круп. Они сделали, наверное, это такой ребрейдинг какой-то, да? Что, мне кажется, сократили. Но вешалки Круп остались. Здесь у нас вот такие шапочки. Господи, кепочки интересные. По 1200. Бежевые, чёрные. Минимально написано. Классные. Из купальников. Вот. Цены сами видите, да? Такие вот. 1790 издельные. Такие. 2300. Ух ты. Как думаете, что это такое? Маечка? Платьица? А нет. Та-да-да-дам. Это комбинезон. Ну, прикольно. Хлопок даже. Даже интересно, как он будет выглядеть на теле. Весело, наверное. Сколько он стоит? 1600 рублей. Прикольно. Ну, материал этот мягкий. Хороший. Красавочки. Знаете, какие? 4000. Отражают. Прям отражатели какие-то. Не так светится вообще. На камере, наверное, не так светится. Я прям сажу и прям светится. Подошла. Не удержалась. Аксессуары всякие разные. Огромное количество носков цветных, кто любит. Круп есть. Вон там еще. Так, не могу не заметить, что для мужчин есть несколько прикольных штук. Во-первых, мне нравится вот это вот. Ну, девчонки, да? Для мужей, там, для братьев. На подарок, может, все. Прикольная сумка. Яркая, летняя. Мне нравится. Красивенькая. Прям привлекает внимание. Выглядит классно, стильно. Огромное количество кепок. И смотрите, какие кепки тут прикольные есть. Что можно название самим написать. Смотрите. Видите? Буковку отклеиваешь, да? И что-то свое прикрепляешь тут. Держись подальше. Еще такая же сумка есть. Тоже. И здесь можно в комплекте еще цифры, ой, буквы взять и что-то свое написать. Прикольная. Черные сумочки. Так. Кепка прикольная. С продуваечками по бокам. Надпись такая. Интересно. Так, сколько стоит такая? Вдруг вы захотите. Так, стоит 1300. Вообще недорого. Кепка такая стоит 1600. Ну, 1600. Вот такая сумочка стоит. Прикольная. Вот, кстати, еще есть черная такая же, видите? Зелененькая. И еще футболки мне здесь нравятся. Смотрите, какие красивые футболки. Ой, штаны классные. Короче, я вот не могу, люблю еще иногда какие-то необычные. Короче, вот футболка мне нравится. Красивое сочетание цветов. Вот этот желтенький прям дополняет дизайн. Бомба. Вот футболка классная. С котиком. Вот эти. Так, цены на футболки сейчас вам скажу. 2000. У меня брат, кстати, закупается. Здесь он очень любит кроп. И говорит, хорошее качество. Бывает вообще прям носишь, не сносишь. Вот желтая на лето красивая. 1200. С тачкой. Ага. Вот такая вот. Вот они. Прикольные футболки. Идем дальше. Эти шортики. Шлепанцы. Тоже много всяких разных. Вот еще футболки цветные. Вот они. С волком. Классно. Огромное количество футболок всяких. Вот еще цветастые. Нравятся прямые. В Армане не могу не зайти. Посмотрю, что новенького там. Блин, какая прикольная. Смотрите. Как будто бумага помятая. Ну как они это делают? Какая прикольная вообще. Балдеж. Со скидкой 14.800. Просто бомба. Ну и смотрите, какие прикольные. Блин, ой. Что это? Это шлепки стильные. Какие классные. 16.550 цена. Вот еще плащ. Плащовка такая. Необычная. Вот в Армане всегда удивляюсь. У них когда новая коллекция, каких-нибудь пару-тройку шмоток меня просто сведут с ума. Поэтому вообще в Армане я боюсь заходить. Боюсь, что настолько они меня сведут с ума, что я могу потратить последние деньги. Но, конечно, сейчас не то положение, чтобы закупаться в Армане. Но шлепки мне очень понравились. Я уже давно присматриваю сумочку там, которую хотела до этого взять. Ее уже купили. И футболки классные. И олимпийки вообще бомбезные. Это беговая дорожка. Дэнь, ты прям все сразу хочешь взять. Беговая дорожка, смотрите, домой. Какая она компактная вообще. Дэнька с удовольствием бы, конечно, гонял на меня. Нет, мы не возьмем, Заяц. Она, наверное, стоит денег. Вот спросим. Вот спросили. Стоит 60 тысяч такая вот беговая дорожка. Домой. Очень компактная. Ее можно хранить вертикально. Вот так вот ставим. Ой. Что-то пошло не так. Пытаемся восстановить. Дэнни захотел тренажер. Мне стало так любопытно. 60 тысяч, в принципе, для беговой дорожки. Короче говоря, я говорю, ну, он говорит, что он бесшумно работает. Мне стало любопытно. Он хотел включить мне эту тренажерку. И что-то там подняло, что-то там треснуло, сломалось. Он не может ее включить. Я говорю, ладно, мы пошли. И сразу на мгновение был такой момент, думаю, блин. Ну, я не трогала руками никакими. Я просто попросила включить, чтобы послушать, насколько тихо работает. Я не виновата. Но есть такой момент, что из-за меня сломалась тренажерка. Магазин BeFree. Смотрите, купальнички, цены. Так как у нас лето тут у нас, да, наверняка вас интересуют цены на купальники. Вверх 1300. Такой симпатичный купальничек. И низ. Наверное, столько же где-то. Или оно вместе уже идет? Нет, отдельно. Низ 1500. Короче, примерно одинаково. Да, 1500. А, это другой, нет, это другой вверх 1500. Ну, вы поняли, короче, 3000 где-то стоит объект. Вот это ценник искать, когда я не собираюсь покупать купальник. Аж бесит. Как запрячут эту цену. Стоящий полчаса. Смотрите, какие яркие. Все это у нас такое. Что стоит? 3000. Такое вот платьице. Сараханчик. Майка спрайт. Такие платьишки классные. С дырочками по бокам. Футболка интересная. Смотрите. Что необычное нарисовано от руки. Какой милый костюмчик. Какой цвет красивый. Боже мой. С лопочек. Классно. И вот еще. Это, наверное, как пижамки, что ли. Но ткань такая довольно плотная, не пижамная. Цена. Здесь музыка так громко играет. Но это ж раздражает, когда я снимаю. 2000 рублей. У милый котенок. 1800 футболочек. Сандалики вот такие по 1800. Зеленые, черные. Еще белые есть там вдали. Вот такие вот сандалики. 3000 стоят. Такой милый. Угол. Какая красивая сумочка. Мне так нравится. Цена. 39,999. Красота. Так, ну все. У нас финишная прямая. У нас осталась одна четвертая торгового центра. Сейчас пройдемся, посмотрим, что еще тут интересненького. И будем закругляться. Очень много, кстати, вот таких необычных штук по всему торговому центру. Вот я уже вижу вторую красоту. Такая рыбка интересная. Соседьба планеты. Трэш-арт выставка. Трэш-арт выставка. Это, наверное, приглашение на какую-то такую выставку, может? Прикольные штучки. Кстати, то Зенис. Давайте посмотрим, какие тут цены у нас на цепальнике. Так, примерненько, чтобы вы знали. Модная коллекция. Слушай, такие же, смотри. 1499. 1300. Абсолютно. Сейчас пройдусь, медленно покажу вам, что здесь есть. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, прикольно. Цена нормальная в Тезенис. Я бы посмотрела здесь сначала бы. Огромный выбор. Хотя на самом деле бывает реально непредсказуемо. Ты вроде бы идешь в магазин, где огромный выбор, да? И все на тебе не сидит. А бывает зайдешь в какой-то магазин, где пару вариантов купальника, и один из них идеально тебе подойдет, подчеркивает твою фигуру. Вот сейчас в Мармалата еще зайдем. Так, Мармалата, смотрите. Какие тут купальнички у нас. Цвета, отдельные, раздельные. Вот такие скидки. Кстати, он в бейсболке много. Так, ну и цены на купальнике. Давайте первый возьму. Какой? Пользуйся на уже. А, ну здесь идет в комплект. Нет. Только вверх 2000 стоит. Потому что Мармалата за вышел на ценах. 2000 низ, 2000 вверх, да? Все. 1500 низ, 2000 вверх. Получается 3500. Ну, короче, 33,5. Вот такие цены ты сейчас везде, мне кажется. Вот такой у меня. Сланцы. Напоминают мне обивку для кровати. Вот еще черные такие. Всего что, 90 рублей. А еще нормально то, что лето и жара, а меня привлекают вот какие-то такие куртки на осень. Ну, прикольная куртка. Я прям такая смотрю, бля, классная. Я бы все купил такую. Магазин закрытый. Страдивариус. Я иду и понимаю, что, блин, мне реально нужно взбодриться. Мне, походу, надо кофе, только нормально. Вкусный кофе где-то найти. Кстати, по-прежнему у нас закрыты Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Starbucks. Закрытый. Вот, смотрите, еще трэш-арт. Часки. Здесь это все сделано, смотрите, из кнопок. Из кнопок клавиатуры, прикиньте. И мышка. Слышки, мышка. Короче, я бы сходила на эту выставку. Интересно, где она проходит, эта выставка. А внизу еще, посмотрите, клавиатура, сколько. Короче, очень интересно было бы посмотреть на эту выставку, где она. Но здесь вот в Меге очень много вот таких вот всяких штук. Я вам не снимала сначала, но когда начинаю видеть, все больше и больше необычного, решила снимать. В общем-то, надо все-таки себя чем-то порадовать. Я ничего себе не взяла. Надо просто достать летнюю одежду. Я ее еще не доставала, если честно. У меня все зимняя. Вот это вот моя весенняя одежда. У меня нужно все перебрать. И у меня на самом деле очень много там всего. Еще надо половину пораздавать, половину попродавать. В общем, решила я порадовать себя своим любимым кофе. Я, наверное, возьму баночку кофе своего любимого. И все. И у них сейчас еще и приготовят мне что-нибудь для бодрячка. Пойдемте, никого нет. Мы одни будем тут. Здрасте. Аккуратно здесь. Здрасте. Сейчас посмотрим. Все, деньги купили. Ой, слушай, дай попробую. Это шоколадки такие с кедровым орешком. Стоит 100 грамм, девочки, почти 800 рублей. 790 или 779. Почти 800 рублей 100 грамм. Офигеть. Слабенько. Но я ему взяла немного. Там 30 грамм где-то получилось, по-моему. И кофе взяла себе. Шикарный кофе мне сделали. С апельсиновыми нотками натуральные. Прям супер. Без сахара. И такой мягкий. Вообще такая пеночка. Кайф. Вот прям не убавить, не добавить. Если кофе, то кантата. Ну и в плане, что там можно выбрать вообще кофе. И они прям при тебе сделают нормальный классный кофе. Ну что, я присела. Денька пошел кататься. Здесь наконец-таки не орет музыка популярная. Так что могу разговаривать. Можем подвести итоги дня потихонечку. Что полезного сегодня я вам наснимала. Во-первых, это то, что вы теперь знаете цены купальников. Всяких разных. Да, огромный выбор. Вот. Что еще? Для меня польза это то, что я сняла это видео в конце концов. Такое отдельное. Шопинг, можно сказать. Ничего не купила. А еще для меня польза была то, что я себе купила вкусный кофе. И то, что я домой себе еще купила кофе. Это большая польза. На самом деле. Не знаю, поделилась своим состоянием, настроением. Есть еще такой маленький момент. Чувствую себя отчасти какую-то вину свою за то, что попросила показать, как работает дорожка. И этот мужчина, он так старался, что он что-то там прям силой взял эту фигню. Но девушка говорит, что вроде там что-то выпало, но он не смог на место поставить. Потом я говорю, ну включите так. Он говорит, ну если не поднять эту штуку, то будет 6 километров в час. Типа медленно. Я говорю, ну включите, послушаем шум. А он в итоге не смог ее включить. В итоге, я думаю, может из-за этой штучки вообще не работает. Он говорит, ну может быть. Я не знаю, то ли он новенький, то ли что. Ну короче, есть момент такой, как будто я виновата в том, что оно сломалось. Хотя я четко понимаю, что я не виновата. Я обычный клиент, который хотел посмотреть, как работает. А может быть я купила через какое-то время дорожку себе и бегала бы дома. Да? Вот так вот складывается чувство вины, с которым потом нужно будет работать у психолога. Не, ну у меня нет здесь чувства вины такого, чтобы работать с психологом. Ну просто я замечаю вот эту вот дозу. Так что там, мой малыш, его окружили детки маленькие совсем. Аккуратненько, чтобы. Вот. Короче, сижу, настроение хорошее. Погода вообще шикарная. Ни ветра, ни жары дикой нету. Прям кайфушечки. Я рада, что я все-таки вышла из дома. Денька меня, можно сказать, вытащил из дома. Потому что я ему говорю уже такая, может быть реально на самокате покатаемся во дворе, как обычно. Но он сказал нет. И в итоге в шарики не пошел. Я ему пять раз предложила пойти в эти шарики. Он сказал, нет, шарики не хочу. Вот хочу на горку и куда-то вот сюда, на детскую площадку. Но типа в те шарики что-то ему не понравилось. Не знаю, не захотел туда идти. Ну и хорошо, на природе больше. Вот. А еще я вам показала мужскую одежду в крупе. И вообще реально она крутая, классная. Футболочки и какие-то сумочки. Шикарные прям вообще, реально. А еще мой глаз насладился, когда я зашла в Армани. А еще я заметила, что, девочки, у меня как будто нет мотивации покупать эту одежду. Прикиньте. Ну, во-первых, я понимаю, что у меня своей много одежды. Я прям понимаю, что это просто выброс денег сейчас для меня. Что-либо покупать. Вот. А то, что мне очень нравится и прям кайфануло бы, да. Да, я там отшлепачу в Армани, сумочки в Армани, да. Ну, сейчас как бы не тот момент реально, чтобы покупать за такие деньги одежду себе. Я считаю, что сначала я должна вот прям очень хорошо зарабатывать, чтобы могла позволить себе просто взять, купить вот это, и оно не било бы по карману. Но с учетом того, что у меня вообще полно, много всего, и оно лежит, а я ношу одно и то же, то я понимаю вообще бесполезность всего этого ради того, чтобы просто себя порадовать, да. И оно лежало вот тоже. Короче, у меня переоценка ценностей вообще конкретная пошла. Поэтому я продолжаю любить шоппинг, но деньги, как видите, не трачу на это. Просто считаю нецелесообразным. И это мой большой внутренний рост. Что мне уже не нужно для того, чтобы быть счастливой, купить себе какую-то шмотку. Я нахожу счастье в другом. Это реально очень круто, и я вот тоже рада с вами этим поделиться. Скажу вам немного, что я вижу. Вот там у нас Оршан и Мега вдали. Вот там где-то Денечка играет в этом домике. Там у нас всякие прыгалки, скакалки, карусельки. Люди вот так вот гуляют. Еле немного пооткрывали. Еще новые такие площадки. Короче, тут море всего. Я на лавочке вот сижу, Костки. Пересела в другое местечко, поближе к Деньке. Вот что вспомнила. Мне приснился сон. Ой, только я не помню. Этой ночью мне приснился или прошлой ночью. Мне приснилось, что я прям темная. Темно-такого коричневого цвета. Короче, как у Ольги Бузовой, наверное. Вот когда она в темной красится, у нее вот такой цвет. У меня такой цвет был однажды с длинными волосами. И я даже вспоминаю, как ходила в один салон в Москве. Он назывался Любимый. Я вам, наверное, рассказывала. Салон Любимый назывался. И его хозяин был мужчина. И ему очень нравилось, когда... Я говорю, почему ты Любимый назвал? Что это за название такое салона? Ну, почему... Хорошее название, но почему ты так назвал, да? А он говорит, а мне нравится, когда меня записывают. Я не помню, как его звали. Такой это Любимый. Или просто Любимый. И говорит, уже было много раз, когда звонили мужья, что-то претензии какие-то предъявляли. А он объяснял, что это салон называется. Любимый. Но он реально был вообще просто классный профессионал. И он... Это единственный раз, когда мне делали ламинирование цветное. Я к нему приезжала, наверное, там, не знаю, блин... Четыре часа. У меня длинные волосы были. Четыре часа, наверное. Четыре-пять бывало. Часов занимало все это дело. Но он мне делал ламинирование цветное. И получилось так, что у меня еще густоватые волосы были. Плюс длинные, да? И стоила у него эта процедура не так дорого. И вот я к нему ездила. Получается, он мне наносил этот состав. Потом он нагревал в течение там полчаса или сорок минут. Или даже час. Я сидела под такой шапкой, нагревалась. Потом мы все это вытаскивали в мою голову. И оно все должно было остыть в течение тоже там часа естественным путем. То есть полностью должно было остыть. И только потом он начинал мыть мне голову. И каким-то определенным образом сушил. И, короче, все это дело очень долго делалось. Но я сейчас вспоминаю. Я помню, что когда вот так вот руку запускала себе в волосы просто. Там настолько было густо, что тяжело было руку туда засунуть. Прикиньте. Они были такие толстые, такие плотные, такие блестящие. Я не знаю, если найду фоточку, я сюда вставлю, как они блестели у меня просто. Но сейчас я такого не встречала больше. Чтобы вот так мне уплотняли волосы. Это было круто. Ну вот я к тому, что, короче, мне приснился сон, что у меня были такие темные волосы. У меня... Я проснулась, на мгновение появилась идея покраситься в более темный цвет. Прямо изнутри какое-то такое желание, да. Вот. Я подумала, может быть, начать мне с какого-то блонда, просто блонда более темного. На девяточке, например, взять какой-то блонд, попробовать покраситься. Блин, а чего я туплю-то? Сейчас мы зайдем в магазин, да я пойду куплю краску. Точно. Темненького блонда какого-нибудь на девяточке. Я просто не готова еще стать такой коричневой прям, да, шатенкой. Вот я шатенкой была. Ей не готова стать, но... Потемнее блонд сделать, я готова. Будет новое видео сокрашивание. Денечка, пойдем мама краску для волос купит. Вот такой же цвет, как у тебя. Не, это темновато. Не! Ну, пойдем. Ты еще... Ну, давай гуляй, попозже еще пойдем. Еще время есть. Деня не захотел идти за краской маме. У меня есть, конечно, некий мандраж на самом деле. Готова, не готова. Но вроде готова. Что-то хочется немножко приглушить яркий блонд. Сделать такой благородный более цвет. Все-таки блонд это я такой яркий, да, там. Не знаю. Ну, и порни может не так сильно будут видны, как от роста. Короче, он сказал, попрыгаем, потом пойдем. Посмотрим, как он сдержит свое слово. Я тут легла на марте практически. Не люблю стоять. Я люблю сидеть, лежать, но не стоять. Слушайте, как я замечаю, как важно на самом деле заниматься спортом. Вот я немножко там не позанимаюсь, все. У меня, короче, что-то руки, плечи, все какая-то хрущут, трещут. Конечно, спорт это вообще такая необходимость важная для тонуса тела, чтобы оно не болело, было здоровое. А я еще вспомнила один момент, где я работала. Я сейчас просто смотрю, ребята такие молодые ходят, что-то здесь, да, контролируют с папочками. Такая касса, небольшая будочка. И я вспоминаю, что у нас на Конечной было пару раз приезжали прям карусели передвижные. И там были лебеди, я помню. Там были карусели, по-моему, цепи. Там были тоже вот такие вот батуты. Ну, то есть прям большое место. Да, я помню, что мы там проводили время, да. Я даже там работала, вот что-то такое контролировала, то есть что-то я там делала. Я уже не помню, что, но помню, что я вот что-то там подрабатывала. Это вообще я маленькая была. Классно. Столько работ всяких интересных, старковок и такая, такой. Я совсем забыла об этом, сейчас вспомнила такие теплые чувства. Сейчас такой смешной момент был. Деня прыгает, а мальчик маленький такой, там, я не знаю, года два ему, наверное. Такой топает, топает и идет ко мне. У меня кофе тут стоит, и я такая, ой, и кофе убираю. Ну, чтобы он там его не задел, не разлил здесь на мак. Денька увидела и такой прям, эй, стоять! Он такой, увезти! Ну, как мужик прям такой. Ну, он подумал, что что-то он делает там. Бежит на меня. У него включилась защита. Это так мило. Мужик проснулся такой, эй, эй, ну-ка стоять! Еще куда-то, мамы, идешь. Так, ну и, конечно же, мы с Даней поиграем. Как же без этого? Он не может без этой игры. Смотри, где там упадет, у кого. Давай. Давай. Так, защищай ворота, понял? Давай. Защищай ворота. Защищай ворота! Что-то выключилась камера. Короче, решили блинчики заказать. Здесь я взяла блинцы, блинчики блин с сыром, как обычно. Ждем. Так, ну что, мне за это время уже позвонил брат. Натали, точнее, позвонила. Сказала, что они приехали из деревни. Они там ездили на один день помогать. И привезли там вкусняшек, короче, жердиолы, абрикос и черешня. А я черешню еще не ела, я ее очень люблю. Сейчас мы к ним заедем. Еще они сейчас к маме поехали. К моей маме, хотела сказать. Короче, они к своей свекрови поехали, к своей маме. Вы поняли, короче, да? Вот. Мы купили с Дэней краски. Я купила две. Это Estelle Princess. Номер 976. Ну, такой номер довольно темненький. И он должен приглушить желтизну моих волос. Да, но цвет будет не холодный. Цвет должен получиться теплый, как мне сказала продавщица. В общем, я знаю, что Estelle Princess смывается быстро, поэтому я ее и взяла. Вдруг мне не понравится, будет для меня сильно темно. Я тогда вернусь быстренько в блондиночку. Но пока что-то мне хочется вот постемнее. Мне кажется, и волосы как-то здоровее выглядят, когда они более темные. Мамочки, еще не готов. Вот, мы решили заказать. Все, уже стемнело. День подходит к концу. Будет такой один день. Вот, насыщенный, да? Вот, выходим и снимаем. Классно. С деревни тоже много будет всяких видосиков. Короче, день осознаний вообще. Сейчас еще одно осознание. Я сейчас поела и просто объелась. Хотя я даже не доела один блинчик. И мне вот это состояние, что я объелась, вообще не нравится. Ну, просто до этого было такое, что, знаете, я поела, наелась, хорошо, полежать. А сейчас от того, что я смотрю, много смотрю всяких девочек, на которых я подписана, красивые, с животиками плоскими, загоревшие. Прям, ну, просто красота. Они прям кайфуют сами от себя. И я вспоминаю, что как у меня так было, да, и что вот-вот надо готовиться. Я уже моральненько готовлюсь, что мне тоже хочется, в первую очередь, это здоровье, там, да, и чувствовать себя хорошо. И вот, знаете, у меня от этого, пока я себя мотивирую внутри, я чувствую, как у меня потихонечку начинает вот это появляться прям нежелание кушать, там, да, какую-то жирную пищу. Нежелание объедаться. А вот поесть чуть-чуть, вот, наелась и все, и больше не есть. Вот надо было, на самом деле, мне половинку даже этого блинчика съесть. Просто я посмотрела, вроде блинчик маленький, но он такой сытный, и прям, ну, я не доела его реально, потому что уже прямо объелась. Вот, и я как-то немного сегодня вообще поела, но надо заниматься. На самом деле надо заниматься, вот на это надо еще себя мотивировать, а на это меня очень мотивирует мое больное плечо. Потом я, знаете, такая, иду с малым гуляю, и у меня резко там, как это называется, какой-то нерв, да, что в ногу, знаете, в ягодицу вот так стреляет, и все, и у тебя сразу нога такая, и ты хромаешь. И я иду просто вроде молодая девчонка, иду, то за спину схочусь, то за задницу схмачусь, что-то уже это, хромаю. Я сразу думаю о том, что, блин, надо заниматься каждый день, тело должно быть в тонусе, а то у меня то-то страдает, то-то страдает. Вот, а я, конечно, ну, реально на это можно найти время, вот мотивации как будто недостаточно, да, вот, но надо еще начать загорать, потому что, когда я загораю, мне хочется смотреть на себя, там, вечером один день не поем, утром встаю, а у меня большие же зеркала на моем, этом, входном. И я каждое утро такая встаю, смотрю, о, животик сошел, и у меня сразу такое желание вообще не кушать, вот, ну, не то, что вообще не кушать, вообще не кушать нельзя, да, ну, что-то такое, салатики, прям, мне надо уже подъесть все дома, вот, что есть. Хотя у меня в морозилке много всего, и рыба есть, лень готовить, и рыба есть, которую можно на пару сделать, отлично покушать, и курочку на пару сделать, и всякие замороженные овощи, которые на пару можно есть, короче, еды полно, вот, а того, что я ленюсь вот это готовить, и потом уже сильно голодная, я хватаю бутерброд какой-то, конечно, это не то. Надо сейчас прям перейти на пищу, вот, на пару, набрать овощей всяких разных, и вот на пару, с рыбкой, с грудкой, вот это вот и есть, вот так вот. Такие вот дела, такие вот желания, посмотрим, к чему приду. Ну, цвет волос вот уже потемнее сделаю. Я еще готовлюсь, не уверена, что готова до конца, посмотрим. Смотрите, Настя черепашку нам показывает. Как зовут черепашка твоя? Еще никак не знаю. Это новая, да, черепашка? Нет, она давно уже, она такая маленькая была, а потом уже выросла. А что ты имя ей не дашь? Не хочешь? Мы не знаем, какое имя. Давай придумаем. Это девочка или мальчик? Девочка. Ну, какое имя тебе нравится? Не работает. Она была вот такая маленькая, да, прям такая колоха? Офигеть, так выросла, боится, смотри. Сладкая. Классно, там живет так, да, в домике? Классно. У тебя так уютненько, у тебя тут свои какие-то домики, телефончики. Так, пришли домой, хотела показать вам кофе, который я сегодня взяла. Цены повысились. Я взяла ирландский крем, потому что это, ну, вкус месяца. И у них 10% еще дополнительно скидка. То, что у меня есть карта. И представляете, он вышел мне 754. То бишь, то бишь, у них реально цена повысилась. Потому что раньше он выходил мне где-то 650, вот на 100 рублей дороже. 650, 660, вот так. Так вот, ну, я купила, потому что он кайфовый. И он еще концентрированный. Девушка мне сказала, что если вы обычно кладете там ложку, да, одну, то этого можно половинку ложки... А я еще и думаю, блин, почему он крепкий такой получается. Так что, да, буду по пол-ложечки ложить. Сейчас покажу, сколько. Черешни нам привалило. Я захожу, представляете, а мне, Виталия, я думала, чуть-чуть дадут. А они мне, во, пакет тебе абрикосов. Пахнет вкусненько. Вот он, пакет черешни. В общем, буду с вами прощаться. Отличный день провели, такой насыщенный. Причем мы вышли только в 4 часа дня. И все равно столько успели всего поделать. И прям вот теперь четкое ощущение того, что прям перезагрузились, отдохнули, куда-то выехали, сменили обстановку, нежели во дворе все время, да. Вот. Завтра, кстати, у Виталика с Настей выходной будет. И до обеда они еще что-то, 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 что-то будут делать. Ну, Денька в сад пойдет завтра. У меня завтра, кстати, да, у меня рабочие моменты. Я уже, в общем, с начала недели начну работать. Прямой эфир завтра с коллегами будет. В общем, много чего есть. На следующей неделе у меня со вторника среда у меня будет обучение по нейрографике. Так что, как только я закончу, я сразу, прям сразу наберу группу и проведу мастер-класс по нейрографике. Просто сейчас нужно мне изучить этот момент сначала, прежде чем брать других людей. Так что вот такие дела. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь, люблю вас, целую. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. На себя смотрю. На вас. Субтитры сделал DimaTorzok